Друзья, добрый день, рад приветствовать вас на нашей встрече, мы продолжаем наш цикл встреч по автоматизации финансовых операций в компании вместе с нашим партнером компанией Корс Консалтинг, это одна из ведущих компаний, которая оказывает качественные услуги по внедрению информационных систем, это действительно так. И сегодня у нас интересная встреча, интересная тем, что если в прошлый раз мы говорили с вами про автоматизацию бюджетирования и говорили это на примере в том числе ERP-систем, то сегодня мы поговорим об использовании данных. Иногда получается так, что ERP-система, ее внедрение становится самоцелью в компании, и она превращается в склад данных, которые никто оттуда извлекать красиво не умеет. И вот сегодня нам Никита расскажет о возможности программного средства, которые позволяют в том числе и ERP-систем извлекать данные и представлять их в виде понятном для руководителей. Поговорим о использовании дэшбордов для руководителей, как можно визуализировать данные, это тоже очень важно. Поговорим, как разграничивать финансовые данные, как управлять с помощью финансовых данных, мотивировать персонал. И Никита пообещал также рассказать про вывод информации данного мобильного устройства, что тоже очень интересно для руководителей. У нас, например, наш директор компьютером и даже планшетом пользуется не всегда, зато очень любит смотреть визуальную информацию на мобильном телефоне, на смартфоне. Тогда я передаю слово Никите. Прошу начать нашу интересную встречу. И после его выступления я к вам еще вернусь тоже с несколькими словами на пусте. Никита, вам слово. Да, коллеги, большое спасибо. Рад всех видеть, слышать. Точнее, не видеть, а слышать в эту пятницу. Сейчас открою экран и начнем презентацию. Про компанию я в конце потом расскажу, если кому-то будет интересно. Для начала скажу, про что вообще пойдет речь и о чем вообще мы будем сегодня разговаривать. То есть есть такая разработка, 1С-аналитика, и, соответственно, мы посмотрим, как в этой штуке можно красиво и наглядно отобразить разные финансовые данные. Я назвал эту презентацию «Как управлять мыслями людей из кресла финансового директора». И сейчас вкратце расскажу, почему именно так я ее назвал. Ну, во-первых, синопсис, то есть проблема всех умных людей в том, что они думают, что все такие же умные, как они. О чем вообще идет речь? Вы, наверное, знаете, что бывают такие штуки, что вы сообщаете важную финансовую информацию, допустим, о превышении порога дебиторки или о слишком высокой кредитной нагрузке, либо еще какие-то для вас очень важные вещи, которые вы изучали в других компаниях, ну, начиная, наверное, с университета, заканчивая примерами в других компаниях. И люди не воспринимают эту информацию всерьез, потому что они просто никогда не сталкивались с последствиями и никогда не участвовали в каких-то там реструктуризациях, закрытиях компаний, не сталкивались с тем, что не получается завершить какой-то проект по причине недофинансирования, либо еще по каким-то вещам. И, соответственно, они не понимают со слов и с текстовой информацией, которую им предоставляют. Они не понимают вообще, о чем идет речь. Если взять визуальную информацию вообще как класс, то есть если вообще к ней так относиться достаточно практически, то есть мозг воспринимает визуальную информацию в тысячи раз быстрее, чем текст. Сейчас выросло уже поколение людей, которые мыслят образами, воспринимают мир через соцсети, через Инстаграм, через красивые картинки, через фотографии. И мозг человека потихонечку перестраивается. И он уже создает такую ситуацию, что человеку нужно сделать усилие, чтобы вчитаться в текст, услышать какие-то слова. Если картинка, то она напрямую попадает куда нужно, и главное, вот ту информацию, которую вы передаете, главное, правильно ее преподать. Ну, приведу небольшой пример. Пример визуального восприятия. Допустим, речь идет о падении суммы заказов клиентов. Можно увидеть, что здесь визуально сразу же, там в выделенном окошке в левой, точнее в центре экрана, в верхней части, показано, что есть текущая сумма, есть падение на 6,89%. Показано стрелочкой вниз, что это падение. И для человека, даже если он не понимает, о чем идет речь, или не понимает, как эту информацию воспринимать, он сразу видит, что что-то не так. Никита, я извиняюсь, у нас на презентации первый лист пока только. Первый лист? Да. Так, давайте еще раз попробуем. Я тут уже просто разогрелся, или как правильно сказать. Давайте я попробую, наверное, весь экран включить. Проверяем. Листает? Да, листает. Во. Значит, дело было в этом, иногда зависает. Ну и вот, только на, я про что говорил, да, только на пятом слайде мы заметили, что информация не перелистывается, и сообщили об этом. Вот, соответственно, визуальная информация воспринимается гораздо быстрее, чем текста, да, там про это я говорил. И, соответственно, вот пример визуального восприятия, что сумма заказов клиентов, надеюсь, сейчас всем видно, уменьшилась, если это все отмечено красным цветом, у всех людей уже там прописано во всех там подкорках и так далее, что красное – это плохо, зеленое – это хорошо. Мы всегда идем там на зеленый свет, на красный мы останавливаемся. И, в общем, мозг совершенно по-другому выдает человеку сигнал о том, что надо что-то изменить. Вот, надо что-то изменить, либо, по крайней мере, внимательно к этой информации отнестись. Вот. И такой способ доставки информации, он гораздо эффективней, и я потом дальше расскажу и покажу несколько примеров того, что можно сделать в компании, помимо того, что эту информацию так красиво отображает. Пример дашборд. То есть, соответственно, в чем прелесть 1С-аналитики? В том, что это отдельная, даже не конфигурация, а отдельная система, которая позволяет подключаться к любой конфигурации, к КИРП, к управлению торговлей, даже к бухгалтерии, если сильно хочется, но не сильно понимая, зачем дашборды оттуда нужны, и вытаскивать оттуда любые данные. Вытаскивать оттуда любые данные и, соответственно, отображать их в обычном браузере. То есть, в обычном браузере по определенной ссылке и, соответственно, это все отображается не просто в браузере, а отображается с учетом разрешения браузера. То есть, если браузер открывается на компьютере, то там один вид, если браузер открывается на планшете, другой вид, если браузер открывается на мобильном телефоне, то там третий вид. Соответственно, автоматически все это подстраивается, и у нас был опыт формирования Формирование таких дашбордов, допустим, для ежедневной информации, которая отображалась там вообще на телевизорах в отделах продаж, потому что телевизор там не сильно отличается, да, то есть, соответственно, там просто открывалась определенная ссылка, на всех современных телевизорах есть браузеры. И в режиме онлайн отображалась информация по продажам, соответственно, по менеджерам, по тому, какое они место занимают сейчас там в рейтинге и так далее. Это сделать там достаточно просто, и во всех конфигурациях уже есть готовые источники, к которым надо просто подключиться и скомпоновать вот таким образом данные. Естественно, есть возможность задавать там различные настройки периодов, то есть, чтобы не просто делать там срезы данных, не просто какие-то настраивать, а, допустим, там выводить текущий месяц или там выводить текущий день, текущий год, там без разницы. Это один раз настраивается, и, соответственно, эта настройка потом работает. Если там, допустим, на том же телевизоре есть пульт, можно там поменять период, вправо-влево полистать и, соответственно, получить информацию за предыдущие какие-то периоды. План-факт, то есть, это наша любовь, как человек, который неким образом относится к финансам, то спокойно можно сформировать красивый отчет, который похож на планово-фактические данные, точнее, который извлекает планово-фактические данные там за любой период, любые измерения можно зацепить и красиво все это отобразить на, опять же, на любом устройстве, вот в таком красивом виде, там с возможностью листать вправо-влево и доставлять информацию на любые практически устройства. Все, что мы видели в Excel, то есть, столбики замечательные, которые все любят, пузырьки, которые не все любят, но для отображения какой-то специфической информации они очень хорошо подходят. Диаграммы с выносками, с настройками и так далее, все эти данные можно извлечь из ОГНС и показать красиво на каких-то устройствах, с красивыми настройками и так далее. Индикаторы, что тоже там неваловажно, достаточно популярный объект в различных системах, то есть, формируются индикаторы, которые показывают прирастание, либо убывание какой-либо суммы, либо какого-либо показателя по отношению к предыдущим периодам. Это тоже все настраивается. Вот, и, как говорят, надеюсь, никто не знает итальянский, да, я тут прочитаю, индиаболу остальные детали. Вот, дьявол в мелочах, соответственно, это все счастье настраивается красиво и таким образом, что можно использовать вот этот компонент для того, чтобы получить ссылку, да, там, по какому-нибудь документу, чтобы его напрямую в конфигурацию открыть. Можно там раскрашивать, оставлять, исключать, еще что-то сделать. Делать, поставлять детальную информацию и, соответственно, переходить к источнику и использовать ее. Вот, теперь я немножко расскажу, как мы эту конфигурацию использовали для одного из наших клиентов. Ну, во-первых, есть подключение к базе, да, то есть формируется подключение к базе. В базе появляется вот такая ссылка там, аналитика, которая позволяет переходить к отчетам. Соответственно, вот вы здесь можете увидеть, что все данные открываются в браузере и, соответственно, на браузере отображается информация для телевизора, для планшета, для телефона и так далее. Формируется каталог информации, то есть, грубо говоря, по определенной ссылке в браузере несколько формируется отчетов, которые вы можете настроить достаточно просто и быстро. И, соответственно, из этого каталога там в режиме браузера, либо там в режиме телевизора, либо любыми другими способами, либо сформировать ссылку там на рабочем столе и так далее, вы можете перейти к любому отчету и получить любую информацию. Вы можете эту информацию вывести через проектор в конференц-зале, можете вывести ее на телевизор, можете вывести на планшет, можете с планшетом ходить на совещание, можете выводить на телефон и без разницы. То есть, доступ к информации, он практически мгновенный. Вот, и, соответственно, набор этой информации позволяет вам задавать различные способы использования этой информации. Вот, приведу один из примеров. То есть, у нас была компания, которая продавала пиво оптом и в розницу. Соответственно, эта розничная сеть была там, точнее, она сейчас есть, то есть, розничная сеть там из 70 магазинов и оптовый склад, который отгружает оптовым клиентам. И в розничной сети вот была необходимость выводить цены на экран, да, то есть, и мы использовали эту конфигурацию для показа информации о ценах в режиме онлайн. Применили технологию, которая называется Digital Menu Board. Вот, вот таким образом это выглядело. То есть, наименование позиций, изображения, этикеток, да, то есть, именно для пивного магазина оно публиковалось на специальном телевизоре. Вот, если вы сейчас посмотрите на экран, вот в таком виде это все существовало и существует. Вот, соответственно, можно было менять там разные, менять разные колонки, да, там выводить в разные колонки разные значения. Но смысл в том, что эта информация мгновенно во всех 70 магазинах обновлялась в тот момент, когда мы изменяли цены в розничной базе данных. Соответственно, все это пересчитывалось, и покупатели, они уже видели актуальную и правильную информацию. Вот, здесь особо стоит сказать про технологию, да, там, которая, собственно говоря, которая используется для того, чтобы сформировать эти данные. То есть, конфигурация не просто подключается к базе данных, она позволяет из базы данных эту информацию регулярно, там, с определенной регулярностью, либо завязываю на изменения, либо завязываю на какой-то тайминг, да, там, каждый, там, 30 минут, 15-20 и так далее, в зависимости от ваших потребностей. Оно позволяет эту информацию пушить, ну, по-русски говоря, выталкивать, и, соответственно, публиковать на различных устройствах. То есть, фактически, это некий онлайн, который в то же время не нагружает базу. Не нагружает базу и позволяет формировать совершенно различные визуальные представления любой финансовой информации, там, любого отчета, да, там, и с нужной степенью детализации, с периодами и так далее. То есть, позволяет формировать таким образом, чтобы это было красиво, круто, и была доставка на любых устройствах, на любые устройства. Соответственно, в компании, которой мы занимались, было несколько применений публикации такой информации. То есть, один из вариантов применения я показал, это изменение цен в розничных магазинах, точнее, не изменение цен, а обновление цен и предоставление информации о ценах для покупателей. Второй вариант использования – это система мотивации на телевизоре в отделе оптовых продаж, то есть рейтинг менеджеров. Как только заказ вносится, отгружается, как только склад производит отгрузку по заказам, рейтинг автоматически пересчитывается. И третий вариант – это индикаторы для руководителей, то есть это количество заказов, количество отгрузок, дебиторка там, опять же тот же самый рейтинг менеджеров там на отдельном листе, и, соответственно, некое управление по некой системе показателей, которая устраивала именно руководство. Плюсом огромной аналитики, хотя можно сказать, это некая BI-система первого уровня, плюсом огромной аналитики является то, что она уже в базовом варианте подключается к типовым конфигурациям 1С, позволяет оттуда доставать данные. Плюсом является то, что эти данные можно пушить с определенным периодом и с определенным таймингом. И можно представлять визуально эти данные в совершенно неожиданных вариантах, допустим, вот в таком. Вот, ну и, соответственно, к чему я всю эту презентацию рассказал, да, то есть про что вообще хотелось бы мне сказать. Очень часто в компании создается такая ситуация, либо, ну, в основном складывается такая ситуация, когда люди визуально не понимают, допустим, в каком состоянии находятся те или иные данные, и для того, чтобы им приблизиться к пониманию, им нужно вот, вот, есть такая история, посидеть и вникнуть, то есть многие берут отчет и говорят, я посмотрю, я посижу, я вникну, и это некие затраты, во-первых, усилий, во-вторых, времени, и совершенно непонятно, какие будут сделаны из этого выводы, и совершенно непонятно, какие будут сделаны из этого, из этих выводов последуют точнее действия. Когда у человека перед глазами каждый день находится информация для принятия решений, мы его, ну, не то чтобы насильно, да, то есть мы его погружаем в некую среду, где он принимает решения, исходя из той визуальной информации, которую он видит перед глазами, потому что, когда, допустим, сидит ведущий менеджер там по продажам, я условно говорю, и видит, что он в рейтинге второй, да, там, и видит, что его там кто-то обгоняет, и он совершенно иной степенью мотивации, да, там, он знает, во-первых, что это все видят, не только он, но и там другие люди, он там идет, когда курить, его подкалывают, там говорят, Василий Иванович почему-то второй, всегда же был первый, а сейчас что-то догоняешь, вот, и так далее. И руководство, опять же, когда видит определенные финансовые данные, это немножко не та схема, когда, допустим, раз в неделю собирается оперативки, и, соответственно, раз в неделю на этой оперативке принимаются какие-то решения, да, то есть вот этот временной лаг, который там теряется, непонятно зачем, вот, и возможность у руководителя сказать там, почему я не знал об этом, да, там, она исчезает, и, соответственно, здесь мы получаем ситуацию, что в зависимости от цели мы можем предоставить там те или иные данные в таком виде, в котором нам нужно, чтобы вот этот вакуум заполнить красивой классной картинкой, которая будет проникать человеку в мозг и заставлять его двигаться в нужном для финансового успеха компании направлении. Вот вкратце я рассказал вам про то, какую философию и какую идею мы несем при внедрении, при использовании подобных конфигураций, вот, соответственно, наверное, наверное, можно чуть-чуть рассказать о компании, да, то есть мы занимаемся в основном там крупными проектами, вот, мы являемся центром проектов компании 1С, мы предоставляем ресурсы, это программистов, консультантов и аналитиков на аутсорсинг, и у нас есть еще отдельное подразделение, которое занимается развитием компетенций как наших сотрудников, так и сотрудников наших клиентов, это курс Академия, да, то есть у нас есть там курсы аналитика, основы бюджетирования, и сейчас мы запускаем линейку курсов для разработчиков, и, соответственно, ресурсы, да, там, которые мы предоставляем с максимальной степенью роста качества и мотивации мы готовы там предоставить для наших клиентов. Если вкратце у меня все, хотел всем пожелать хорошей пятницы, вот, и передаю слово Сергею Смирнову, наверное, он что-то добавит. Да, спасибо большое, Никита, я хотел несколько слов сказать для наших слушателей по взаимодействию, да, то есть мы говорили о том, что тем, кто обращается в компанию Корс Консалтинг по промокоду финтакстоп, компания готова предоставить бесплатное экспресс-обследование, то есть если вам нужна эта доза включения договора, просто называете ключевое слово финтакстоп, да, и, соответственно, вам компания помогает провести экспресс-обследование перед внедрением, то есть если у вас стоит задача автоматизации, если у вас стоит задача разработки информационных систем, то, конечно, это уникальное предложение, и им стоило бы воспользоваться. С другой стороны, если и со стороны финтакстоп тоже есть поддержка, если вы идете на контракт с компанией Корс Консалтинг, со своей стороны мы предоставляем набор документов, которые помогают нам стартовать проект именно как заказчику, да, устав проекта, другие документы, и я оказываю бесплатную консультацию по старту проекта, помогаю вам, если нужно, оформить контракт, да, помогаю разработать план проекта, участвую в этом, если вы считаете мои компетенции для вас полезными. Так что, пожалуйста, обращайтесь в компанию Корс Консалтинг, либо напрямую, либо через нас, через финтакстоп, как вам удобно. Также хотел сказать, что напомнить вам, что 16 марта меньше, чем через месяц стартует новый поток курса финансовый директор лидер цифровой трансформации, да, и там на примере решения 1С будет показано, как финансовый директор в современных непростых цифровых условиях может стать лидером и привести компанию действительно, ну, к успешным, удачным проектам. Поэтому рекомендую вам записаться на курс, и 16 марта он стартует. Причем, что интересно, да, скажу про курс, у вас доступ к материалам остается навсегда, то есть там, ну, кроме того, что будет запись лекций, будут живые встречи, да, со мной, как с автором курса, и вы получите очень много раздачных материалов. Прямо вот, как говорят американцы, катострофически много материалов, которые вам понадобятся, и я увиден в текущей работе. Ну, тогда мы говорим большое спасибо Никите за интересный рассказ, и теперь уже через месяц марте, мы тоже заранее вас оповестим, будет новая встреча, новая встреча с нашими партнерами компании Корс Консалтинг, и мы с вами рассмотрим очередной кейс по автоматизации финансовых процессов. У компании действительно огромный портфель проектов, да, был огромный опыт, и был признателен, что компания сможет с нами поделиться. Друзья, спасибо большое тогда за сегодняшнюю встречу, всем хороших выходных, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok